В июле прошлого года Меган Маркл и принц Гарри купили особняк в Монте-Сито, штат Калифорния, за 14 с лишним миллионов долларов. Сейчас герцоги Сасекские живут в нем вместе со своим годовалым сыном Арчи и готовятся к рождению дочери. По официальным данным, за несколько месяцев жизни пары в доме, к ним 9 раз приезжала полиция. Эту информацию подтвердили в офисе шерифа Санта Барбары. Там отметили, что полицейские получали звонки по телефону, а также выезжали на место после срабатывания сигнализации. Отмечается, что полицейские приезжали в дом пары 4 раза в июле прошлого года, вскоре после того, как Меган и Гарри переехали в Санта-Барбару из Лос-Анджелеса, где они жили в арендованном особняке. В канун Рождества из дома 39-летней Меган и 36-летнего Гарри в полицию поступил новый звонок после того, как на их территорию незаконно проник незнакомец. Им оказался 37-летний Николас Брукс, который был отправлен в тюрьму по обвинению в незаконном проникновении на чужую территорию, а затем был освобожден. Последний звонок был зафиксирован 16 февраля и помечен как активация сигнала тревоги. В интервью Опре Уинфри герцоги Сасекские рассказали, что боятся за свою безопасность после того, как они сложили с себя королевские полномочия. Принц Гарри отметил, что никогда не думал, что после Мегзита его перестанут охранять сотрудники Британской службы безопасности, которая финансируется за счет налогоплательщиков Великобритании. «Я с рождения был в этом положении. Я унаследовал этот риск. Так что это было для меня шоком», – сказал он. «Сейчас услуги телохранителей супруги оплачивают из собственного кармана».